И снова здравствуйте, любители и профессионалы спорта! На прошлой неделе мы все пережили самое значимое и грандиозное спортивное событие года, имеющее мировое значение. И вот наступил тот долгожданный день, которым жили все, без исключения. Как мы и предполагали, болельщики стали активно собираться до боя за два часа. Трибуны переполнились. Кому-то не хватило билетов. Я сам занимаюсь боксом. Чего ты ждешь от сегодняшнего турнира? Ну, я думаю, что Мурат победит. Это хорошее мероприятие, чтобы дети видели, как нужно становиться чемпионом, что у нас такие соревнования идут. Ребят, все, обратно, собираемся вот здесь. И вместе сейчас пойдем, все вместе с чемпионом, что-то должно. Все аккредитацию, все, чтобы у всех, которые у нас была аккредитация, все выйдем, пока она уже не пошел. Раздевалка стояла, снова. Походу прибывали гости из разных регионов, чтобы поболеть и насладиться боксерским вечером. У меня настроение и настрой на соревнования на высшем уровне. Я очень люблю осетинский народ, я очень люблю осетинских спортсменов. И каждый раз, когда я приезжаю в город Владикавказ, у меня появляется очень сильное вдохновение. И, честно говоря, спортсмены тут на высшем уровне. Жду хорошего боя. Горячего боя. Что ждать? Победы надо ждать. Тем более дома такое, как бы, мероприятие такое проводят, оно не как соревнования, а как праздник. И я думаю, что и болельщикам будет приятно посмотреть на хорошие бои. И, в принципе, я думаю, что зрелище, все пришли за зрелищем, я думаю, что сегодняшний вечер удастся. Ну, ажиотаж был очень такой большой. Мне было тысяч звонков по билетам. И даже тогда, когда матч начался, я на улице уже не был. Но тогда, что сколько людей было внутри, столько и осталось снаружи. Наверное, я все же маленький, пока такого матча. Сосадок, то, что народ не поместился. Очень много обиженных, потому что, ну, были люди, которые были с билетами, с дорогими билетами, и не попали в зал. На третий, на третий, прямо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Я пахну. Я пахну. Я пахну, чувак. Я пахну. За титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF боксировали два профессионала. Наш земляк – Мурат Ирон Гасиев и француз Энгин Энго Каракаплан. В рамках данного турнира провели свои рейтинговые бои четыре пары профессионалов, в одном из которых сражался наш легковес Сослан Тидеев. Еще один поединок, где боксировал наш тяжеловес Ричард Битеев, прошел по правилам любительского бокса. Играет музыка. 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 Я вас поздравляю с началом праздника бокса А я думаю, что это сегодня действительно будет праздник бокса Потому что бои, думаю, будут очень интересные Мы проводим этот турнир уже в шестой раз во Владикавказе Я пожелаю вам сегодня получить наслаждение от красивых боев А я думаю, они будут И пожелаем нашим ребятам, которые будут сегодня драться В ближайшее время занять первые строчки в рейтинге мира Вечер бокса Четыре рейтинговых поединка среди профессионалов Один любительский бой И титульный бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF Мы начинаем наши поединки Первый бой Профессиональный бокс Весовая категория до 55,6 кг Приглашается боец из Азербайджана Рауф Лев Огаев Рауф Лев Огаев Рауф Лев Огаев Рауф Лев Огаев Красный угол ринга Приглашается боец из Санкт-Петербурга Руслан Берчу Играет музыка Вечер бокса был жарким, интересным и зрелищным. Зрители активно включались и сопереживали все поединки. В первой паре, в восьмираундовом бою, на ринге сошлись азербайджанец Рауф, Лев Агаев и Руслан Берчук из северной столицы в весовой категории до 55 килограммов. Отбоксировав все раунды с переменным лидерством в каждом раздельным решением судей, победу присудили Рауфу Агаеву, чем была недовольна публика и явно это выражало. Победу одержал Рауф Лев Агаев! Они боксировали очень грязно, опасно. Боксер красного угла, представитель России, он чаще всего работал опасно головой. Клинчевал, сходил опасно и наносил несколько раз, занес ему сопернику удар головой. Вот рефери в ринге не замечал, но это сбоку было заметно. Открытой рукой боксировал, все время бросался клинчевал. Вот это влияет на боковых судей. Ну, в принципе, поединок был ровный, но предпочтение мы дали Агаеву. Второй бой. Любительский бокс. Весовая категория свыше 91 килограммов. Вслед за профессионалами на ринг вышел наш тяжеловес-любитель Ричард Беттиев, который боксировал с Антоном Кудиновым из Челябинска. Три раунда по три минуты. Привет. Клинчевал, ю-ю-ю-ю-ю! Субтитры сделал DimaTorzok Оба боксера, несмотря на свои комплекции, неплохо двигались всю дистанцию. Два раунда Ричард активно бил прямыми и боковыми ударами своего оппонента. Антон, казалось, был готов к такому сценарию и старался. Держал дистанцию, успевая при этом контрить, но против физических данных Ричарда трудно остаться незадетым. В третьем раунде стала сказываться усталость, но сила в ударах не уменьшалась у обоих боксеров. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал Ричард Бетиев. Единогласным решением судей победу одержал Ричард Бетиев. Владикавказ, Республика Северная Осетия, Ланя. Устал сильно. А вот ощущение победы есть. Ричард для себя, я думаю, тоже неплохо отбоксировал. Вообще мы думали, что он проиграет бой. Он сам издавил желание с ним боксировать, а так шансов было очень мало. Он два раунда держался, молодцом. Третий раунд немножко устал. Класс другой противника. Координация другая. Ричард – это будущее. Дамы и господа, теперь третий бой нашего шоу. Профессиональный бокс весовая категория до 63,5 килограммов. И в синий угол ринга приглашается боксер из Грузии. Михаил Авиакани. И в красный угол ринга. Приглашается его соперник из России, Копейск, Челябинская область, Евгений Павков. Раунд первый. Следующие профессиональные пари сошлись на ринге в восьмираундовом бою в весовой категории до 63,5 килограммов грузин Михаил Авиакани и Евгений Павко из Челябинской области. Данный поединок был очень напряженный и кровавый. Всю дистанцию боксеры провели грязно, цепляясь друг за друга. Хотя оба боксера накануне рассказывали о стопроцентной готовности и желании показать зрелищный бой. Плохо мне видно, кто там с растечением. В итоге по очкам победу присудили Евгению Павко. И в этом поединке единогласным решением судей победу одержал Евгений Павко. Россия, Челябинская область. И в синий угол ринга добро пожаловать боец из Танзании Садики. Момбо! 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 Первый угол ринга, добро пожаловать! Боец из Владикавказа, Россия. Суслан Кенденев! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поединок легковесов, который оказался настоящим боем, самым зрелищным и волнующим, не считая титульного, шестираундовый поединок между нашим 19-летним спортсменом Сусланом Тедеевым и 25-летним чемпионом Танзании Садики Момбай, рекорд которого – 23 боя в профессиональной карьере против четырех поединков Суслана. Промоутеры, подбирая столь опытного соперника Суслану, признались – очень сильно рисковали идея на этот шаг. Но это была единственная реальная возможность проверить нашего боксера, на что он способен. Напомним, все предыдущие поединки Тедеев завершал в первом же раунде нокаутом. Впервые Тедееву пришлось боксировать всю дистанцию. Соперник был и вправду хорош, но, как отметил сам Суслан, очень неудобен. Садики отлично двигался, заманивал на ближний бой. Несколько раз неплохо попал по нашему боксеру в третьем раунде. Но Суслан не из тех, кто сдается. Его тяжеленные нокаутирующие удары достигали цели, но Садики стоял крепко на ногах. По ходу боя Тедеев пробовал разные комбинации, меняя против Садики стратегию. Было по настроению Суслана видно, что он заряжен на один решающий удар. Но нокаут не случился, зато зрители насладились самым красивым боем вечера, азартно поддерживая земляка. Поаплодируем боксерам за бескрампомистный поединок. Судья Сланов 59-54 Судья Сахарян 59-54 И судья Валиев 59-54 В этом бою единогласным решением судей победу одержал Суслан Тедеев Россия, Владикавказ В риг для награждения приглашается Чемпион Олимпийских игр в Пекине Обладатель пояса WBC Silver Чемпион Европы среди профессионалов Заслуженный мастер спорта Рахим Чахкиев Ну а смотрел в оба и до этого Видел, что соперник неудобный, выносливый Да, рассчитывал на все шесть раундов Достойный был для тебя соперник на сей раз? Да, сильный был очень мальчик Он шесть месяцев назад еще был любителем Боксер-любитель Хотя и очень хороший И провел всего четыре боя И с таким опытным, хорошим боксером Шесть раундов Он показал себя молодцом Тем более, что у него рука болела В предыдущем бою повредил руку Не успел залечить Он молодец, он проверку прошел Это все и специалисты отметили И тренеры довольны Сосик меня, если честно, приятно удивил Потому что соперник у него был очень серьезный Панчер из Танзании И когда я просматривал запись боя Сосик очень достойно смотрелся И был лучше во всех аспектах своего соперника И он растет явно Идет работа Я думаю, у него большое будущее Первый раунд посмотрел Первые два раунда Так, по очереди Вблизи ринга А потом отошел и смотрел на монитор Ну, переживание, скорее всего А так, по бою я могу еще одно добавить Он сам не ожидал Такого поведения соперника Соперник боксировал Грязно То есть каждый раз шел на клинч Держал, не давал работать Ну, в этом, видимо, его и преимущество В данном бою соперника В общем, целом и доволен Боем Это для него большой урок И большой опыт В дальнейшем Я думаю В хорошем боксерском темпе Прошел шестираундовый поединок Между узбеком Израилом Курбоновым И Алексеем Зубовым Оба возрастных и опытных соперника Которые показали хороший уровень и мастерство Единогласным решением судей Победу одержал Алексей Зубов Россия Челябинск Красный угол А теперь главный бой вечера Бой за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона мира По версии IBF Весовая категория до 90,7 кг Регламент поединка 12 раундов по 3 минуты Дамы и господа И в синий угол ринга Приглашается боксер из Франции Ингин Инго Карапагл Бой за вакантный титул Бой за вакантный титул Бой за вакантный титул Бой за вакантный титул Высок Придо Титул Ох Бой за вакантный титул Дамы и господах Инги Метал Карапагл Скол Бой за вакантный титул Продолжение следует... 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 Потому что... Впереди... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...